Здравствуйте, дорогие друзья, мои телезрители, я Роман Головин. И сегодня мы поговорим об экземе. Экзема – это часто встречающиеся заболевания, одно из самых распространенных кожных заболеваний, вызываемый зудом, сыпью, и возникает вследствие нервно-аллергической реакции от различных внутренних раздражителей, появляющихся на поверхности кожи, естественно. Существует очень много различных причин, в том числе психосоматические причины и кармические причины. Это заболевание может передаваться и по наследству, у многих родственников также есть это заболевание. От мам может передаваться детям, от ПАД также может передаваться. Так что ученые давно выявляют наследственный фактор. Большинство заболеваний, они имеют психосоматические корни, и все проблемы находятся у нас в голове. При смене программы, при перепрограммировании, отношении к себе по-другому, это заболевание постепенно будет уходить. Естественно, дополнительным фактором является и питание наше. Итак, существует ряд причин, по которым может это заболевание проявляться, в том числе, когда, допустим, мы плохо моем кожу, например, может также засаливаться, закрывать поры, впоследствии образуются гнойнички, потом пузырьки различные, начинают зудеть. То есть это вторичные причины, вторичные проблемы, как и неправильное питание. И бывают, конечно же, разновидности, и сиборейная, и профессиональная, и атопическая экзема, и микробная. Атопическая – это вообще очень такая сложная тема, сложная форма. И многие ученые даже не знают, на самом деле, от чего экзема образуется. Как и большинство болезней традиционной медицины, врачи и ученые не могут сказать, почему те или иные заболевания образуются у человека, потому как знаний в традиционной медицине практически нет. Чем больше специалистов, тем больше разрезают тело на куски, тем меньше врачи понимают, что такое человек. Это не только физическое тело, но есть еще и тонкие тела внутри, у которых происходят свои внутренние процессы, которые передаются уже на физическое тело. И все заболевания, они берут свои истоки как раз-таки из наших мыслей, из нашей головы, из тонкого тела, если так можно еще выразиться. Причина атопической экземы до сих пор непонятна, естественно. Как утверждают ученые, экзема – это заболевание, которое может передаваться из поколения в поколение. И при экземе возникает отслаивание кожи, такие чешуйки, зуб, покраснение, чешуйки может отходить. Старая кожа может отслаиваться, потом образуется новая кожа, и так дальше. Могут возникать пузырьки. К внешним признакам, что можно еще отнести, которые могут вызывать, когда влияют какие-то красители, какие-то крема могут раздражать, на вредных производствах, когда люди работают. Внутренние причины могут быть, когда человек много цитрусовых ест, другой продукции, особенно та продукция, в которую очень много человек добавляет различных химических, синтетических препаратов. И сегодня пища, она практически уже наполовину или даже больше состоит из синтетических компонентов. Когда человек постоянно принимает такую пищу, то у человека возникают определенные проблемы. И у детей, в том числе, и подростков, и у женщин. В большинстве случаев это у женщин возникает такое заболевание. Когда люди бесконтрольно принимают лекарственные препараты в большом количестве, при контакте с домашней пылью может возникать также с пыльцой растений. Среди основных внутренних факторов, провоцирующих появление экзема, особо выделяется генетическая предрасположенность, как я уже говорил. Это можно рассматривать в контексте, когда у предков есть определенные программы, они закладываются на тонком уровне, как намагничиваются. И с этой информацией уже передается потомкам. Потомки рождаются, также мыслят, имеют эту программу, настраиваются на нее. Самое основное, постараться избавиться от всех этих негативных программ, просто об этом не думать. Мы часто проводим ченнелинги, получаем очень много интересных ответов, каждым разом все интереснее и интереснее. Поэтому, когда вы научитесь отдаляться от этих программ, отдаляться и не думать об этом, то эти программы, все эгрегоры, программы, вот эти вот болезни, они сами будут вступать на задний план. Когда мы что-то боимся, когда мы себе сами внушаем, нам этого не хватит, мы это не сделаем, мы не достигнем того, я не справлюсь с какой-то проблемой, я не заработаю столько денег, я не прыгну на такую высоту. То есть, мы сами себя программировали, постоянно об этом думаем. Это очень важный момент, нужно от всех этих вещей избавляться. Наличие воспалительного процесса в течение нескольких месяцев может спровоцировать микробную экзему. Причиной сибарейного вида заболевания является жизнедеятельность различных грибов на коже головы. Поэтому это тоже нужно иметь в виду. Экзема может поразить любую часть тела. Но чаще, конечно, всего это встречается на лице, шее и области декольте. На руках также может быть на ногах. То есть, все это встречается. Симптомы этого заболевания, симптомы экземы, они, в принципе, довольно-таки индивидуальны. И у каждого человека они проявляются по-разному. Итак, мы плавно подходим к психосоматическим проблемам. Я считаю, что это ключевой момент в этом заболевании. Люди, которые страдают экземой, чаще всего зависят от других людей, постоянно скрывая свои чувства. пациента начинают переполнять эмоции, которые он не может позволить себе высказать. То есть, внутри у человека все находится. Такие люди сами варятся в своем мире. Такое наблюдается у личностей, находящихся под началом деспотичных начальников, например, которые привыкли помогать своим подчиненным. деспот, муж, например, который все время прессует жену, давит, и внутри вот это все не накапливается, и на этом фоне может появиться экзема. Экзема – это же рождение новой кожи на месте старой кожи. Это проявление подавленного индивидуализма и прорыв собственного я, который окружающие не хотят, с которым окружающие не хотят считаться. экзема, она также может быть и у младенцев. Вы скажете, как так у младенцев экзема? Да, вот так экзема, тоже есть психосоматические проблемы. Это очень коварное заболевание, на самом деле, неприятно, когда у маленьких детей такие недуги образуются. И тут, кстати, виноваты родители, чаще виновата мама. Экзема на руках, на щеках у младенца образуется в результате нарушенного контакта с мамой. И так нежная кожица, она просит, чтобы ее успокоили, чтобы ее пожалела мама. И так далее. То есть это очень важные моменты. Итак, подбираемся плавно к лечению экземы. Первое, работа над психосоматикой. Второе, естественно, смена образа жизни, смена образа питания. Меньше стрессов, меньше курить или вообще лучше не курить, пить раздражающих алкогольных напитков, всех стимуляторы надо брать, кофе, чай, например. Всю ту химию, которую сегодня производит наша пищевая промышленность, лучше не есть. Старайтесь своими руками все делать. Нравится мясо, найдите мясо, например, сами делайте колбасы дома, сами делайте фарш, все это в интернете есть, эти видеоролики, не ленитесь, делайте салаты овощные, больше кушайте овощных салатов, больше зелени ешьте, делайте зеленые коктейли, у меня на канале есть лекция, кто не видел. Таким пациентам, даже у которых нету явных таких клинических голодания сначала конечно вы будете полдня голодать мокрое голодание потом через какое-то время допустим сутки мокрого голодания еще через неделю полдня сухого голодания еще через неделю уже можно переходить на 24-часовое сухое голодание еще через неделю 36-часовое голодание в дальнейшем уже следовать раз в неделю проводить сухой голод сухой голод очень помогает многие специалисты они также рекомендуют все-таки 2-3 дня голодать, но чтобы голодать 2-3 дня, нужно иметь определенный опыт, настрой. Во-первых, настроите себя, чтобы вы от этого заболевания будете излечиваться. Мыслительные процессы, они очень важны. И раз в месяц можно проводить по 2-3 дня так раз голодание. Питаться ближе к вегетарианскому питанию с элементами сыроедения. И тогда это заболевание будет 100% отступать, больше использовать, например, сырых фруктов и сырых овощей. Больше пейте соков свежевыжатых, особенно светлого цвета, рекомендуется специалистами. Также при этом заболевание, больше клетчатки нужно овощной есть. Есть такие методы лечения, когда, допустим, можно в теплую воду морской соли насыпать и таким образом замачивать, допустим, рухи туда, держать их определенное количество времени. Вот это как раз морская вода, морскую соль можно использовать. Она очень благотворно влияет на экзем. Казалось бы, наоборот, будет раздражать, наоборот, плохо будет. Но вот методами проб и ошибок многие люди пришли к этому мнению. Теперь используют после выздоровления. Такие методы многие люди с экземой. Очень хорошо помогает вот эта солевая вода. Нужно просто держать руки, больной экземой в соленой воде. И тогда это будет уходить. Горячую воду нужно налить в тазик, а потом добавить некоторое количество соли на глаз. И затем уже окунуть туда руки и в этот раствор держать их, пока он не остынет. После чего промокните руки полотенцем и смажьте детским кремом. Для этих целей лучше подходят какие-то такие более натуральные крема. Также есть еще рецепт, например, когда берется несколько рюмок. В одну рюмку разбивается сырое яйцо, в другую, например, рюмку можно налить воды. И в последний уксус, естественно, яблочный, лучше натуральный, если найдете. И при этом нужно, чтобы во всех этих трех рюмках было одинаковое количество содержимого. И затем это все нужно перелить в банку объемом где-то 250 мл. Смешать это все, закрыть ее крышкой. И сильно встряхивать до тех пор, пока у вас не получится масса кремообразная. И каждый день на ночь смазывать тонким слоем, конечно, всю эту пораженную кожу на стопах, на руках. Если, допустим, на ногах, это все нужно намазать, допустим, надеть хлопчатые бумажные носки и до утра в них спать. А утром не смывать, надеть просто чистые носки. А вечером нужно помыть ноги без мыла и вытереть насухо. И опять смазать пораженные участки. Тоже очень хорошо помогает. Также есть такой рецепт, когда одна женщина пошла в подвал, и кунула руки, чтобы взять своих соленых огурцов тоже в рассол. И вот рассол тоже хорошо помогает на экзем, воздействует благотворно. Да, эти данные есть. Вот эти все рецепты буквально неделя, и все проходит. Даже если вот солевые какие-то вот такие растворы, да, реально снимает сильный зуд, убирает покраснение. Также есть другие рецепты, когда можно использовать мочи-мачеху. Очень хорошо помогает. Если, допустим, вам будет интересно, чтобы не смотреть это видео много раз, я могу выложить под видео вот эти рецепты более подробно, чтобы вам не записывать, не смотреть по 10 раз это видео. Существует рецепт, допустим, да, берем мочи-мачеху, да, молоко свежее, да, данный состав нанести на участок кожи пораженной экземой, после чего его обернуть бумагой специальной, которая не промокает. Можно использовать для этих целей пленку, так называемую, и перевязать салфеткой, делать это на ночь. Всего вам потребуется три сеанса. Взять небольшую кисточку, можно еще, кстати, виноград использовать, но виноград более длительно надо смазывать, там несколько недель надо, я думаю, что многим это не подойдет. Можно солидол использовать, колонхоя, облепиху также здесь можно использовать. Очень интересные рецепты, довольно-таки быстро помогают, если вы будете заниматься психосоматикой, также будете использовать более сырое качественное питание, растительное, да, используйте сыроеческие, допустим, масла холодного отжима, используйте больше каш, например, да, полуваренных, там, гречка, например, амарант, кино, там достаточное количество белка, все незаменимые аминокислоты есть там. Больше зелени, например. В зелени много кальция, марганца, магния, семечки больше есть, там есть витамин Е, например. И пейте, конечно же, чистую воду, можно даже дистиллированную пить воду, но дистиллированную воду я всю жизнь пить не рекомендую, естественно, можете смешивать. То есть сначала пить дистиллированную воду несколько месяцев, потом почувствуйте улучшение, особенно традиционно питающимся людям, да, вода, она необходима. Но людям, которые, допустим, находятся на сыроедении, постоянно, там, на фрукторианстве, я бы не рекомендовал такую воду пить. Мы эти данные много раз проверяли. И, естественно, когда у вас будет хватать достаточное количество витаминов, организм и различных микроэлементов, организм сам сможет бороться с этим заболеванием. Плюс внутри вы сами себя изменяете. Те же люди, которые, там, медитациями еще плюс будут заниматься йогой, у них еще быстрее будет вот эта вот энергетическая аура выравниваться, выпрямляться, и еще быстрее будете избавляться от этого заболевания. То есть ничего недостижимого не существует, все в наших руках. Так что пробуйте, старайтесь и так. Заканчивайте видео-лекцию, будьте здоровы, всего самого доброго, до свидания.